Планета дзюдо Планета дзюдо Тему не любой ценой А в этом интервью есть главы Пять глав, на которые я бы хотел с тобой поразмышлять Точнее, твои размышления на эти главы Почему я решил поговорить именно по этим пунктам Сейчас я их озвучу Это деньги, любовь, коварство, неудачи и удивительные события И на эти главы меня подтолкнула книга Михаила Зощенко «Голубая книга», так называемая, где он также эту книгу разбил на пять глав. И по его мнению, вот эти моменты, как деньги, любовь, ховарство и так далее, они постоянно в нашей жизни. И поэтому хочется узнать ваше мнение по этому поводу. А начнем мы... Вы знаете, в наше время все-таки, кто бы что ни говорил, деньги – это, наверное, основа каких-то материальных ценностей, так скажем. У всех есть семьи и так далее, и нужно обеспечивать семью, нужно, чтобы что-то получить, нужно за что-то заплатить. Поэтому не секрет, что деньги нужны всем, в принципе, так скажем. Вот, поэтому первоочередно, конечно, это все моральные ценности. В первую очередь всегда говорю, что нужно оставаться человеком. Деньги, как бы, это необходимая часть нашей жизни, вот как бы, вот так. Потому что, как бы вы ни хотели, если вы хотите попасть к хорошему врачу, со здоровьем и так далее, отнести детей куда-то в какие-то занятия, обязательно, это все упирается в деньги. Поэтому в наше время деньги – это стало основой, там, во многих аспектах, так скажем. Но всегда я стараюсь говорить людям, что первое качество человека – это всегда нужно оставаться в человечестве. То есть моральные принципы и так далее. Вот, а деньги – это, знаете, они сегодня есть, завтра это будет. Когда мы говорим о деньгах, моральные принципы вообще уместны? Я считаю, что да, в первую очередь всегда для меня я взвешиваю все свои шаги, потому что в первую очередь мы на этом свете, знаете, не вечно будем. И, как бы, многие вещи для меня в первую очередь – это моральные принципы, они на первом месте. Потому что мы уйдем, так скажем, с какими делами мы уйдем, это уже от нас зависит. Поэтому деньги, они не на первом месте. И какие-то свои моральные принципы я не собираюсь там перешагивать, а через них, так скажем, нельзя какие-то там материальные ценности. Любовь – это, конечно, слово, которое такое, оно обширное, большое. К чему? К чему любовь? Любовь, она, знаете, я вам так скажу, что со временем она имеет такой, знаете, переходной кубок, так скажем, в моем случае. В детстве родители отдали нас в спорт с братом, с детства, с детства, с 6 лет у нас проснулась любовь к спорту. И, то есть, в определенный момент, когда мы уже переходили в профессиональную стадию, для нас уже 100% любовь была к спорту. И мы всегда хотели побеждать, всегда хотели оказываться именно один на один со спортом. И больше ни с чем. Ну, я женился, у меня появились детки, две замечательные дочки. Сейчас так моя любовь, так скажем, перешла к моей семье. Спорт, все-таки, сейчас уже не на первом месте. И поэтому, хотя спорт, на самом деле, он один из передовых, так скажем, мест в моем случае. Но на первом месте, в данном случае, это семья, это мои дочки. На данном месте. Может, их станет больше, и будет их уже там трое, четверо, пятеро. Любовь по значимости дзюдо и к самбо. Знаете, если бы это был год 2012, когда еще правила все-таки не изменились, то тут не сложно было сказать, возможно, даже 50 на 50. Но в данном случае я все-таки отдам предпочтение самбо. Все-таки больше выступаю по самбо и регалий больше. Хотя изначально мы начинали с дзюдо. До 2012 года дзюдо, это было просто дзюдо и самбо. Это были два вида спорта, которые я, так скажем, прям обожал, и они шли наравне. Но на данный момент смена правил и так далее. Все-таки чуть-чуть я дам предпочтение именно сам. Он стал ближе. И я сейчас как бы стараюсь больше уделять ему время именно сам. Отрицательность. То есть так у меня сразу какие-то, знаете, отрицательные качества сразу выходят по поводу этого слова. Коварство. Вы встречались с коварством в спортивной практике? К сожалению, да. Но для меня, знаете, это все-таки больше опыт. Опыт, который помог мне в дальнейшем в жизни. То есть сделал вывод, что не всегда нужно на 100% поверить человеку, не в семье, а именно там. Был очень такой серьезный случай, да, который для меня был очень болезнен. Но со временем я понял, что значит, так и должно было быть. Я могу рассказать об этом случае. Вот. Я выступаю сейчас, на данный момент, за Свердловскую область, город Верхняя Пышма. Вот. На данный момент тренер, мой тренер, это Валерий Глебович Семников. До 2020 года мы выступали за Рязанскую область. Вот. 17 лет я выиграл три чемпионата мира, чемпионат Европы и универсиаду. И все-таки в моей голове всегда было, что я закончу свою спортивную карьеру именно за этот регион. Но все сложилось так, что нас, так и скажем, попросили уйти на пенсию. И как бы спустя 17 лет выступлений, имея определенный ресурс, люди нам сказали, что дальше сами. Вот. И в этот момент как бы стало очень-очень обидно, потому что в течение 17 лет мы все-таки очень близки были в плане тренер, спортсмен. И как бы отношение, как ко второму отцу всегда было. Но все-таки оказалось, что не все так гладко, как хотелось бы. В жизни бывает. И далее, в 2020 году мы стали уже на свой путь, где самостоятельно мы двигались. Нас приняли в Свердловскую область. Хочу поблагодарить в этом случае именно Валерий Глебович Семников. Это тренер от Бога, человек большой обыкновенный, который за три года, которые мы провели там, я хочу отдать прям должное. Он именно проявил, показал всю любовь как тренера, как спортсмену, как должно быть. И не только спортсмену, как и человеку. То есть в каких-то моментах он всегда поможет. Не обязательно в спортивных каких-то моментах. То есть, как говорится, закрывается одна дверь, открывается другая. Ну, вообще, как вы думаете, в спорте высших достижений, вот коварство, оно всегда там как-то крутится? Всегда. Всегда. Оно всегда есть. И поэтому, будучи профессиональным спортсменом, нужно быть к этому готовым. Причем со всех сторон, так скажем. Нужно быть все время мячевым, так скажем. Как бы все время в фокусе. И если вы хотите именно быть профессиональным, и с хорошими результатами, и долго находиться в этом виде спорта, то обязательно, да, нужно быть всегда готовым к любым моментам, к любым ударам. И нужно всегда безопасить себя. Вот в данном случае, по этой ситуации, нужно было просто заключить какие-то юридические моменты, вот, чтобы не было вот этого пайтова. Ну, для меня это стало очень ключевым моментом, и заставило поменять взгляды на жизнь, как бы, кардинально. Неудачи в спорте, от них никуда не уйти. Все бывает. И проигрыши, и неудачи. Как в спорте, так и в жизни. То есть, я воспринимаю, знаете, как все, что все, что не делается, все к лучшему. То, что, так скажем, Всевышний нам предписал, все так и двигается. Потому что каждая неудача, я ее воспринимаю, знаете, раньше я воспринимал очень так тяжело, но со временем я понимал, что так и должно было быть, потому что со временем я приходил к лучшему, чем вот эта вот неудача. И я реально начал осознавать, понимать во многих ситуациях, потому что это происходило со мной, я понял, что если здесь какая-то неудача, то дальше будет лучше. Поэтому на данный момент я воспринимаю это именно так, что если так и случилось, значит так и должно было быть, значит, что меня ждет что-то другое, вот скажем, как-то вот так. А так, ну, это жизнь, и не может быть всегда все гладко. Это, вот знаете, я говорю, как зебра. За белой полосой идет черная, за черной идет белая. Удивительно, это первый раз, когда я стал кунцом. Это очень удивительные чувства, эмоции, события. Вот. На данный момент я открыл свою школу, тоже такой нестандартный момент. И для меня это новое, так скажем, знаете, путешествие. Вот. Не в качестве спортсмена уже, а в качестве тренера, руководителя. Знаете, много разных историй бывало. Для меня вот, как бы, такой более, знаете, запомнилось. 2006 год, Евразия, мы с братом боролись по дзюдо. Тогда он был третьим номером на России, я пятым. Тогда пятерка допускалась к стартам. Мы боремся на Евразии, в одном весе, в разных подгруппах. Но там, знаете, как-то там один внизу, другой на горку, в разных подгруппах. И там его вызывают, называют фамилию, а имя не называют. Он выходит, борется, выигрывает, заходит обратно. И через две схватки опять называют, но называют уже его имя. Я ему говорю, давай я пойду поборюсь, он говорит, боролся за меня. Он говорит, не-не-не, я сам пойду. Вышли, он заглушил там парня, а обратно пришел. То есть, такие истории, моменты, удивительные события бывают. Вот последняя поездка в Сербию наша. Мы вылетали в Белград из Екатеринбурга, опоздали на рейс через Стамбул, опоздали на рейс. У нас оказался нетранзит, поэтому мы как-то каким-то странным образом опоздали. Пришли там к стойке купить билеты на следующий рейс. Нам говорят, два дня как бы не будет вылетов. Нет, вылеты будут, билетов нет. А завтра у ребят взвешивание у двоих, а у меня, получается, послезавтра взвешивают. И мы сидим, мы не знаем, что делать, и такая история интересная. Я вот смотрю, перед нами есть поезд, мы можем на поезде добраться, но перед нами оказалась Болгария. А Болгария требует шенгенскую визу. И у нас проблема, мы не знаем, что делать, потому что на поезде мы не доберемся. Вот, по итогу, жена звонит, говорит, а там с другой стороны мы, Босния. Босния тоже безвизовая для нас. И мы начинаем эти билеты искать. В итоге ищем, ищем, ищем. Там их нет, нет, нет. Потом выплывать какой-то один рейс, часа через 4. И мы на него купили билеты, вылетели в Боснию утром. Оказались в Боснии, взяли такси, 7 часов по серпантину. Там 250 километров всего. Мы 7 часов ехали, потому что серпантин. Вот, доехали все убитые, вымотанные, так скажем. И вот ребята взвесились, а там уже мы были очень поздно. Мы нас расселили в лесу, вот, и 20 километров от города. Ребята нигде покушать не могут. В итоге там восстанавливались колой, печеньками. Но я к тому, что задачу мы свою выполнили, мы добрались до места. Вот, кстати, обратно мы тоже улетали. Мы также уже не успевали, мы сдали билеты, купили билеты на следующий рейс. Поэтому там у нас такая поездка очень тяжелая была, такая удивительная. Вот, и знаете, вот этот опыт, который с годами приходил по поводу поезда, всего, он, опять же, сыграл ключевую роль. Тут без памяти все аккуратно. Мы поняли, что нам делать, шаг за шагом купили. А так бы, конечно, могли попасть. Вы знаете, по своему опыту я скажу, что есть несколько пунктов. В моем случае, это, первое, это воспитание родителей. И именно сами единоборства, они помогают развиться всем качествам, вот этим. Дружба, потому что я нахожусь в коллективе, здесь друзья, доброта. То есть все положительные качества в любом случае, они развиваются. Потому что, ну, с годами, так скажем, вырабатывать какой-то стержень внутри человека, то есть он становится сильным, не только в спорте, в любой сфере. Он становится более благородным, что ли. Потому что где-то в каких-то моментах он сильнее, там, людей, которые не занимаются спортом. Вот, то есть вот эти все качества, они вырабатываются. То есть даже вот в момент, когда я приезжаю на какие-то семинары к ребятам, все они там такие, блин, а мы думали, что ты там какой-то такой раздавшийся, там, еще что-то. Я говорю, ребят, самое главное, вот кем бы я, там, вы не были бы, чего бы вы не достигли в этой жизни, я говорю, в любом случае нужно оставаться в первую очередь человеком. То, что мы делаем, это наша работа. То есть, как и любой там врач и так далее, он может быть того, что в своей профессии, но он в первую очередь всегда должен оставаться человеком. И чтобы я не достиг своей жизни, чего бы я там и выиграл, ну, я в первую очередь должен оставаться, у меня, говорят, так, воспитали родители, а я воспитал меня такой спорт. Поэтому, однозначно, да, спорт дает очень много ребятам. Вот сейчас у нас маленькие ребята, они подрастают. И мы их сучим, воспитываем. Понятно, что родители дома, здесь, на тренировках мы с ними работаем, что они должны быть всегда, в первую очередь, по человеческим качествам, по самым положителям. Поэтому, да, обязательно, сколько бы воспитывать, воспитывать в любом спортсмене, сколько бы он уже не носил. В первую очередь я бы хотел пожелать людям, которые только думают, заниматься или нет, в первую очередь приходите, занимайтесь, потому что здесь люди становятся сильным духом, сильным характером, находятся в обществе, в социуме, где могут, я так знаете, я говорю, выложиться и вот всю вот эту агрессию отдать. Если мы берем в расчет детей, то они воспитываются здесь у тренера. И поэтому мне бы хотелось, чтобы люди занимались спортом, единоборствами, в первую очередь хотелось бы, но даже если не единоборствами, чтобы занимались спортом. Потому что человек должен быть здоровый, сильный, и наше, так скажем, как наше поколение, вот, а так и росло. А по поводу, все понимают, что ситуация такая сложная в мире, и спорт все-таки затронул этот момент политический. И сейчас очень много стартов, которые пропускают, пропускают, либо просто отменяют соревнования, и просто хотелось бы, чтобы все это заканчивалось. Люди жили так раньше в мире, и дружили, так скажем, много ребят, с которыми я дружил раньше, на данный момент не общаемся, и это очень, на самом деле, не радует, потому что спорт выстроен так, что это, так скажем, ну, так назову, это религия добра, вот, где люди приходят, соревнуются, а вечером дружат, общаются, там, ужинают вместе. Поэтому хотелось бы, чтобы все занимались спортом, и всегда был мир у всех, как бы никто не ругался. Вот это самое основное, что хотелось бы пожелать данным. Алис, спасибо вам за ваши искренние ответы в нашем разговоре на некоторые вот эти вот темы или главы, которые мы озвучили. Возможно, конечно, мы что-то не полностью раскрыли, вот, но я думаю, что мы с вами когда-нибудь еще обязательно увидимся, и что-то дополнится в наше интервью. Я надеюсь, что те, кто смотрел это небольшое интервью, что-то больше узнали непосредственно о Али Куржи, и если у вас будет такое желание, вы можете написать какие-то свои дополнительные вопросы. Вот, а я отправлю у Али, и мы, может быть, опять сформируем некий такой пол вопросов, на который у Али ответит. А так вот приходите на занятия и также в школу единоборств самбо, да, у Али Куржи, и становитесь лучше. Да, мне очень приятно в жизни на интервью. И если какие-то вопросы будут, мы обязательно с вами еще увидимся, я буду только рад. Мне очень нравится следить за вашим каналом, поэтому я буду только рад. Вы смотрели «Планеты дзюдо», и с вами был Али Куржи и Роман Карасьев. До новых встреч. Спасибо, до свидания.